Поверить в себя и открыть свое дело алматинским женщинам помогает в центрах деловой активности Баха Тотбасы. Сегодня они функционируют во всех восьми районах города. Только в Латауском за год прошли различные курсы мастерства 25 тысяч женщин. Многие из них уже стали успешными бизнесвумен. Истории успеха в репортаже Рамины Мирзалимовой. Бах Тотбаса Латауского района как одна большая семья. Здесь они получают новые знания и совершенствуют свои навыки. Каждая женщина тут уникальна. Здесь они выбирают специализацию по душе. Кто-то учится красит, а кто-то создает вот такие вот шедевры не хуже известных кутюрье. Алматинка Мольдер Женисбекова пришла в Бахтотбаса Латауского района год назад. Швея со стажем устроилась сюда тренером и обучила своему мастерству порядка 500 женщин, 200 из которых уже нашли работу. Благодаря своему трудолюбию мать двоих детей выиграла государственный грант на сумму 2,5 миллиона тенге. На эти деньги она собирается открыть швейный цех и обеспечить работой 10 женщин. Дай Аллах я собираюсь сама открыть свой бизнес. То есть планирую на начало января такой большой цех, который будет работать в трех направлениях. То есть это услуги ателье, производственный цех и обучение. Обучать я буду по такой методике, что в Казахстане этой методики нет. От обычной домохозяйки до успешной бизнес-вумен. Это про Оксану Каменских, маму пятерых детей. За год работы в центре женщина стала обладательницей денежного гранта в размере 5 миллионов тенге по программе «Дорожная карта бизнеса». Любимое дело Оксаны – кондитерское искусство. Сейчас она закупает оборудование для развития своего бизнеса. Идет подписание договоров. В этом году планируется уже доставка оборудования. Кроме этого, я занимаюсь волонтерством уже более двух лет. У меня свои группы на данный момент. Девочкам помогаю не только Латавского района, а со всей Алматы. Во время карантина развозили обеды, помогали. С начала года в этом центре по программе «Скирана» получили необходимую помощь 27 тысяч женщин. 25 тысяч прошли различные курсы и тренинги. 300 представительниц прекрасного пола, обучившись основам предпринимательства, получили гранты и открыли свое дело. «Мы прям видим, как они на глазах у нас меняются в лучшую сторону. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, они дома, выпечка. Очень многие зарабатывали на пошиве одноразовых халатов, масок, одноразовых бахил. И вышли на доход от 60 до 280 тысяч тенге в месяц». Сейчас каждый бахто-дбасы – это центр, где целая команда неравнодушных помогает женщинам, попавшим в трудную ситуацию, поверить в себя и полностью изменить свою жизнь. Наши героини тому доказательства. Только в Алатауский центр ежедневно обращаются 150 представительниц прекрасной половины человечества.